Девушки отдыхают Задание на доске. Повнимательнее. Молодец. Надеюсь, никто не горит желанием испортить себе каникулы. Селезнёва, где ты порхаешь? Если готова, иди отвечать. Что отвечать? Что знаешь, то и отвечай. Ну, Иван Грозный был царём. Ну, дальше. Звали его Иван, и дети его боялись. А-а-а! Девушки отдыхают. Удавайте! А-а-а! Отдавай! Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Селезнёва. Дневник. Переэкзаменовка по истории. Переэкзаменовка по истории. И кто это придумал? Экзамены по истории. Подумаешь, Иван Грозный не брал штурмом марсианские колонии. Переэкзаменовка по истории. Без муки нет науки. Да знаю я. Попадёт тебе. Папу жалко. Переживать будет. Пришли каникулы, чудесная пора. И не надо просыпаться в семь утра. Мы едем в Паприку, отправимся на Марс. А наша школа не спешит от нас. Каникулы, каникулы, прощай, любимый класс. Каникулы, каникулы, мы тоже ждали вас. Каникулы, каникулы, друзья и развлечения. Да здравствуют каникулы, ведь это приключения. Ой. Ох. Так много хочется за этим не успеть. Плавать, загорать, играть, бешать, лететь. Не смеются санкции и сияют небоскор. И всё от радости в окну упоёт. Каникулы, каникулы. Прощай, любимый класс. Каникулы, каникулы, мы долго ждали вас Каникулы, каникулы, друзья и развлечения Да, здравствуют каникулы, ведь это приключения Каникулы, каникулы, прощай любимый класс Каникулы, каникулы, мы долго ждали вас Каникулы, каникулы, друзья и развлечения Да, здравствуют каникулы, ведь это приключение. Пожалуйста, не толкитесь, космос, он закрыт. По техническим причинам, не идите домой, домой. Привет, Алиса. Привет. Домой, домой. Папа! Куда все подевались? Сбери их, что ли? Папа? Тссс. Робот-зоотехник опять забыл запереть клетку с кустами с планеты Гоку. У них колючки ядовитые. Теперь в засаде сидим. Держи его! Держи! Распустили вас, ботаники! Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа! Тега-тега-тега-тега-тега! Сожрет он тебя, будешь знать. Ты поймал его! Почти! Я догоню! Дурачок ты, дурачок! В зоопарке тебя кормить, поить будут, в клетке будешь жить! Какой ужас! Опа! А зачем космозоологу нужна история? История? Какая история? Вот и я! Бесценные мои друзья! Громозека! Громозека! Девочка, дочка моего друга! Как ты выросла! Метр тридцать! Метр тридцать три! Ужас! Если в восемь лет метр тридцать три, то восемьдесят в тебе будет все четырнадцать! Как же ты влезешь в космический корабль? Во-первых, мне почти уже десять! Во-вторых, земляне так и не научились понимать в чумородских шутах! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ты будешь весь день скакать на одной ножке, как астрианский гриб. Правда, по земным обычаям подарки заранее ведь не дарят. Нет, не дарят. Тогда не надо было говорить. А теперь я всю неделю буду мучиться. О-бу-бу, какая нетерпеливая. Ну ладно. Мой подарок – это путешествие в дебри галактики на планету Калина. Вот здорово! Держи! 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 Убегай! Давай, убегай! Дай! Селечнём! Ты отпустишь со мной, Алису? Такие вопросы на бегу не решаются. Фу, а стоя, такие вопросы решаются? Смотри, Селезнёва опять с каким-то чудищем. Не смогу я полететь с тобой, Громозека. Как? Только что ты кричала «Ура!»? Понимаешь, в школе я не отпустят. Фух, я сам пойду в школу и поговорю с твоей учительницей. Ой, не надо в школу. Почему? Наша Елена такая нервная, боится всяких пауков, лягушек и других чудовищ. А я тут при чём? Не при чём. Но она может тебя испугаться. Меня испугаться? У себя на планете Чумороза я считаюсь первым красавцем. Ты и здесь первый красавец. Но только не все об этом знают. Не обижайся, Громозека. Я не могу с тобой полететь. Ну что, Селезнёва, завалила историю? Космонавт Иван Грозный. Ха-ха-ха. Переэкзаменовка. Алиса! Ты не представляешь, как ты меня подвела. По-моему, он накрылся. Наверное, отравился как-то своим ядом. Придётся на каникулах историю учить. А знаешь, кто лучший во Вселенной преподаватель истории? А? Нет. Нет. Знаменитый археолог Громозека с планеты Чумороза. Ха-ха-ха. А что скажем папе? Про двойку ни слова. Только... Слышь, Селезнёва, а где ты яд для дневника достала? Хе. В прошлом году мы отыскали мёртвую планету Калиида. Раньше она была обитаема, но сто лет назад все почему-то умерли. И звери умерли, и насекомые, и птицы, и даже рыбы. Остались одни развалины. Ветер воет, и дождь идёт. А почему они умерли? Есть у меня одно подозрение. Чтобы его проверить, я пришёл в Институт времени и убедил их привезти на Калииду новую машину. Машину времени? Да. Кто-нибудь слетает в прошлое, и если всё окажется так, как я думаю, можно будет изменить... Узнать, какой была эта мёртвая планета сто лет назад. Жуть, как интересно! Что ж тут интересного? На планете нет ничего живого. Жаль, что в московском зоопарке никогда не появится павильон калидеанской фауны. А если животные прячутся глубоко под землёй? Вдруг мне удастся их найти? Скажи, старый хитрец, почему ты так настаивал, чтобы Алиса полетела с тобой на Калииду? Почему-почему? Хочется сделать ребёнку приятным. Ой, не верю я тебе. Не волнуйся, профессор. Я за ней пригляжу. Пока, пап, пока! Может, надо было рассказать про двойку? Погоди, пап. Вот она, машина времени. Привет, громозека! Привет! Степан, непосредственный участник всех исторических событий на Земле. Девушки отдыхают! Ой, одноглазый котёнок. Бедненький. Ой. Профессор Р-на. Действительный член лингвистического общества. Не царабись, пожалуйста. Крупнейший в галактике специалист по расшифровке древних языков. Да, да. Я так рад, что вы согласились принять участие в экспедиции. Ай, больно же. Алиса Селезнева. Самый младший научный сотрудник. Извините, профессор. Детский зад. Двуглазая девочка. Бедненькая. Селезнева Алиса Игоревна. Хм, надеюсь, дисциплины у нас все будет в порядке. Я тоже надеюсь, капитан. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот она, Грида. Похоже на зиму. Внимание! Всем участникам экспедиции немедленно пройти в медпункт. Сами знаете, прививочки, уколчики. Э, нечестно, ты говорил, на колеиде нет ничего живого. Ну да. Значит, и вирусов, и микробов тоже нет. Нет, ничего нет. Но на всякий случай... Громозека. Я не люблю уколы. Я их плохо переношу. Я тоже. Но придется потерпеть. Для большего спокойствия я попросил доктора сделать себе еще и... дополнительные прививки. Вот спасибо. Это тоже подарок на день рождения. Боитесь? Нет. Напрасно. Громозека все это затеял. А что он затеял? Не знаю. Он всегда что-нибудь затевает. Очень беспокойный тип. Ага. Я затеял заколоть меня насмерть этими дурацкими прививками. А ты что-нибудь слышала о космической чуме? Нет. Давным-давно, когда вы, Алиса Игоревна, еще не родились, на Землю вернулась экспедиция из восемнадцатого сектора галактики. Чтобы пройти карантин, экспедиция причалила к базе на Плутоне. Это и спасло Землю от гибели. Все участники экспедиции были больны неизвестной болезнью. Лучшие врачи всех планет пытались разгадать тайну болезни. Против нее были бессильны и лекарства, и толстые стены изоляторов, и даже защитные эскапандры. Тогда ее назвали космической чумой. Ай! А чуму удалось победить? Вирус может менять облик и принимать самую разнообразную форму. Я уверен, космическая чума – это разумное существо. Разумное? Да! Когда миллиарды вирусов собираются вместе, они образуют злой разум, Который стремится уничтожить все живое. Такая вот история. Что там, капитан? Все тихо. Разобьем лагерь у этого городка. Он называется Лукнярск. Может, на них напала космическая чума? Не бойся, Алиса Игоревна. Чуму мы давным-давно победили. Уже сто лет о ней никто не слышал ни в ближнем, ни в дальнем космосе. Сто лет? Это вакцина против космической чумы. Мало ли что. Как говорят у вас на Земле, от чумы и от сумы не зарекайся. От тюрьмы и сумы. Одно другого не лучше. Идем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже рыбку из пруда Не достанешь без труда. Просто без труда Всего великуда. Та-та-та-та. Брось разговор пустой, Засучи руководство. Радство! И пусть, как девиз простой, Будут этой песни славы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже рыбку из пруда Не достанешь без труда. Это правда, а не ерунда. Поверь ей ерунда. Даже рыбку из пруда Не достанешь без труда. Просто без труда А сегодня никуда Сегодня никуда Вообще, никуда. Да. Этого я и боялась. Капитан, а с чумой Можно установить контакт? Никаких контактов. Из лагеря ни на шаг. Току надо запретить Пугать детей сказками О разумных вирусах. Дисциплина. И что мне теперь торчать в лагере? Так никаких открытий не совершишь. Ой, может, эта Калийда вовсе не мертвая? Должен же хоть кто-нибудь остаться. Попрятались и не знают, что мы прилетели. А я их найду, а они скажут, вы кто. А я скажу, мы прилетели в вас с участием. А они, вот здорово! А-а-а-а-а! А-а-а-а! КОНЕЦ 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 Свет? Откуда? Ветряки! Неужели и вправду все погибли? Как жалко. Ой! Ну и трусиха. А-а-а-а, стойко! Спасите, помогите, помогите! Помогите! Тревога! Что случилось? Что с вами? Это там огромный, он охотил меня какой-то вонючкой. Наверняка ядовитой. Где Алиса? Я так и знала. Алиса! 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 Селеснева! Селеснева! Ау! Алиса! Алиса! Вот она! Ну и где она? Жанна! Алиса! Алиса! Ах-ха-ха-ха! Ах-ха-ха-ха-ха-ха! А! Не попратишь, пожалуйста! Потрудитесь объяснить, коллега С какой стати вы притащили в серьезную научную экспедицию Эту противную девчонку? О! Космическая хулиганка Поливать известного ученого всякой гадостью Меня! Профессора почти всех университетов галактики Почетного академика Вы преувеличиваете профессору Что? По поводу своей известности? По поводу ее противности Может и преувеличиваю Но, вряд ли сильно Скажите, профессор, а почему на Калииде все такое крошечное? Почему, почему? Калиидиане были маленького роста Примерно с тебя Значит, на Калииде я была бы взрослой Деточка, взрослый Это не... Осторожней Это не размеры тела Это знания И жизненный опыт Хотите пшикну? Нет! 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 Аааааа! Ааааа! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Напоминаю, мы не на полигоне Если что, тебя оттуда никто не вытащит Не забудьте привезти свежих газет Столетней давности это по-вашему свежий? Вот Громозека обидится, что вы его не позвали Не обидится Но ведь в прошлом нет машины времени Конечно нет А как он вернется? Он отметит точку, в которую прибыл А потом Встанет на то же место Сработает автоматика И все, даже моего участия не потребуется А если туда зайдет стадо хоров? Или залетит птица? Установка не сработает Пока в рабочей зоне не появится тот, кто ушел в прошлое А если он ранен? И не может доползти до этой вашей зоны Не говори глупостей Всякое может случиться Но рассчитывать ему придется только на себя Пока Степан не вернется Никто не сможет попасть в прошлое И помочь ему Внимание! Ну вот и все Приехали Ну что, что? Держите ваши газеты Ты в порядке? Нужно срочно всех собрать Местное время 7 часов 41 минута С пасоном костюмчиком мы не ошиблись Доброе утро! Извините, а где можно купить газеты? Какие-то они тут все пришибленные Фомплюк! Пожалуйста, позовите санитаров Я донес его до больницы Это чума Чушь! Откуда здесь чума? Вот-вот-вот, послушайте Первые космонавты Вернувшиеся неделю назад на Калииду Все еще попали Что все? Все правильно Теперь понятно Как космическая чума попала на Калииду А им ничем нельзя помочь? Как можно помочь людям Которые умерли сто лет назад? Можно! Ну как? Знаешь, все считают меня наивным и прямодушным существом А разве это плохо? Нет! В каком-то смысле они правы Но я умею заглядывать в будущее, а не только в прошлое Думаешь, зачем я позвал тебя в экспедицию? Чтобы сделать мне подарок на день рождения Правильно Но это не все Я летел на Землю и думал Вот есть планета Калиида Которая погибла от космической чумы Так ты знал, что Калииду погубила космическая чума? Да И ты придумал, как ее спасти? Да Ну? Ты уже догадываешься? Я хочу послать в прошлое Анису А зачем? Чтобы я... Правильно! Чтобы ты пробралась в то время, когда космическая чума проникла на планету И обеспредила ее Что тогда? Чумы нет! Планета жива! Все кричат «Ура!» И миллиард человек спасены одной маленькой девочкой Как интересно! Шшш! Это наша тайна! А почему я? Так ты ведь вылитая калиидианская девушка! Ну что тут непонятного? Я бы все сам сделал, но они никогда не видели ни одного жителя планеты Чума-Роза Вдруг они такие же нервные, как ваша истеричка... эээ... историчка? А почему тайна? Ах, нет, ты все-таки недостаточно умная Ну представь, я говорю твоему отцу, Селезнев Я хочу послать твою дочку в далекое прошлое, незнакомой планеты Чтобы она спасла ее от ужасной болезни Вообще-то мой папа понятливый Но боюсь, он сказал бы, ни в коем случае Ни в коем случае! Вмешательство в историю планет категорически запрещено Почему вы не рассказали о своих авантюрных планах еще на Земле? Вы меня и слушать не стали! Тут нет никакой авантюры, я все продумал! Эх, Алиса! Она одного роста с калиидианами И сможет под видом местной жительницы То? Вы и Алису сюда втравили? Я? Я никого не травил! Алиса опытный человек Она отлично справится! Завтра же покинем Калииду Любые дальнейшие исследования Должны быть согласованы С галактическим советом! Эх, все погибло! Ай-яй-яй! Все погибло! Сюда подоедет 700 экспертов Они скажут, что для всей галактики Слишком большой риск И закроют калииду навсегда! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ну вот! Вы же сами понимаете! Я-то понимаю! Ах! Ах! Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Эх! Ах! А-а-а! Извините, пожалуйста. Собирай их с пучком! Свитер не забудь! Ты не спишь? Сплю. Эй, ты меня этой вонючкой уже плевала. Ой, профессор. А я тут, ну, собираюсь это... Угу. Нарушить дисциплину. Думаю, капитану это не понравится. Тише, тише. Вы всех перебудете. Речь идет о целой планете. Я должна рискнуть. Пожалуй, это наш единственный шанс. Наш? Я иду с тобой. Я похож на их котят. И ты будешь путешествовать с котенком. А я послежу за тобой. Ой, как не хочется, чтобы за мной следили. Ты колледианский язык знаешь? Нет. О дорогу. О местные обычаи. Планету она собирается спасать. Детский сад. А кроме меня некому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну как? Сойдет. А вот мне придется путешествовать по чужой планете голым. Да ничего. Вы не очень голый. Большое спасибо. У нас с тобой, знаешь, разные взгляды на одинаковые вещи. Держи. Ты уже знаешь, как это делать? Краска? Ты что, не видишь, что я зеленый? Тебе смешно? Простите. Просто зеленый – это один мой знакомый космонавт. У него фамилия такая, а сам он рыжий и очень ворчливый. Это ты на что намекаешь? Ой, профессор, у вас хвост? Хвост? Нет, это у моего соседа шубы на меху. Я позаимствовал кусочек. Вам очень идет. Так, все, быстро садись в кресло и учи язык. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Отпусти, дышать нечем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ух, ну, я же не котенок. Ой, извините, профессор, я совсем растерялась. Некогда нам теряться. Отметь точку прибытия и идем в город. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Первым делом узнаем. Не... Ты что? Спрячь немедленно! Ну так быстрее. Деточка, мы в прошлом, а? Они еще такой игрушки не придумали. А если мы из-за тебя все завалим, то и не придумают. Бля-бля-бля-бля-бля. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы лучше хвостом поменьше машите. Это у вас, ну, не очень естественно получается. Сама попробуй. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 А-а-а-а! Хвост! Брысь! Отдай хвост! Это не твой хвост! Отдай сейчас же! Добрый день! Ваш котик напал на проф... Ой! На моего котика! И оторвал хвост! Вы не могли бы у него забрать? Ха-ха-ля! Верни хвост! Умница! Никогда таких послушных котов не видела! Ты... Кто такая будешь? Я... Я приезжая! Скажите, пожалуйста, а космонавты еще не вернулись? Ха-ха-ха! И говоришь ты с акцентом! И одета странно! И кот какой-то не такой! Нормальный кот! На своего посмотри! Свизюга! Что? А мы... Мы иностранцы! Ну да! Понимаю! Иностранцы! Утром в лесу! Ха-ха-ля! Идем! Кажется, он принял нас за диверсантов! Вот здорово! В школе ни за что не поверят! Ага! Зато местная полиция поверит! Бежим, пока не поздно! Ах! 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 Надо было не хвост пришивать, а крылья! Лети с приветом! Держи! Каком-то деваль, отца не летом! Хм-хм-хм! Чего там бросишься? Догоняй! Ой! Здравствуйте! А у вас есть сегодняшние газеты? Ну что вы, дамочка. Газеты давно распроданы. Все только о космонавтах и говорят. Там же наш земляк Толо. Полгорода уехала его встречать. А далеко отсюда космодром? Вы приезжие. Да. Да, да. Я сразу догадался. Вам нужно в столицу. Они прилетают в шесть вечера. Поторопитесь. Поезд отходит через десять минут. Спасибо. Я успею. Обязательно. Внимание. Поезд Купьян в столицу отправляется через две минуты. Вот сюда. Вот сюда. Эй, дядя. Ха. Стойте, стойте. Подождите. Подождите. КОНЕЦ КОНЕЦ Кура летает. Давайте я вам пришью хвост, профессор. Лучше я сам. Ай! Кто я? Если хвост, то нет. У меня скоро раздвоение личности начнется. Родина встречает космонавтов. На космодроме предприняты усиленные меры безопасности. Боюсь, подобраться к кораблю будет сложно. Там уже можно на леталке. Борт-инженер Толо. Станция какая-то. Уже одиннадцать. Ой! Что с вами? Мне показалось. Ваш кот себе хвост пришивает. Привидится же такое. Профессор, помеухать для конспирации. Что? Я вас не побеспокою? Немного отлично. Попаздываем. Киса, у тебя все в порядке? Попадет издеваться. Вот и хорошо. Сейчас отправляемся. Ну вот, угощайтесь. Далеко едете? Встречать космонавтов. Я тоже. Там. Мой внук. Ну, хоть в чем-то повезло. Что вы сказали? Я его знаю. Его зовут Тола. Наш Толя. Его теперь все знают. Не плачьте. Мы его вылечим. Кого вылечим? У Толи даже насморка никогда не было. Не то взяли бы его в космонавты. Господа пассажиры, приготовьте билеты для проверки. Я сейчас. Ваш билет. У меня нет билета. Заяц? Нет, что вы, это котенок. Стыдно, дамочка. Платите штраф. У меня нет денег. Мне очень нужно на космодром. Сейчас я вам покажу космодром. Пустите, пустите, пустите. Вам же хуже будет. Молныи. 腿A Ты что, ты что задумала? Алиса? Нет, нет, нет. НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 66 Доктор, доктор. Не подходите, кажется. Я, собственно, вот зачем. Ой, вы как специалист по чуме. Скажите, тут могли остаться вирусы? Эй, док, ты где? Эй, так тяжело просто сидеть и ждать. Жалко, что мы никак не можем связаться с профессором и Алис... Ой, я, кажется, ошибся номером. Пардон. Значит, это все-таки ваша затея. Вы громозека. Безответственный чуморосский авантюризм. Я считаю, мы не можем сидеть, сложа щупальца, когда там гибнут ни в чем не повинные калийдианцы. Вы больше не руководите экспедицией. Так что там насчет чумы? Я ее уже подхватил. Что? И вы молчите? Далеко еще? Километров сто пятьдесят. Может, на леталке? А она долетит? Батарейка новая, должно хватить. Вот что-то не нравится мне это должно. В жизни бы не полез на твою железяку. Дать ребенку такую опасную игрушку и не предусмотреть в конструкции ни парашюта, ни катапультного кресла какого-нибудь. Ну, что ты там копаешься? Сейчас, сейчас. Так, держись поближе к земле. И подальше от дорог и населенных пунктов. Ой, только не заблудись. Я бы показывал тебе дорогу, но будет лучше, если я посижу в рюкзаке. Кажется, я потеряла. Нет, нет, это даже не детский сад. Это младшая ясельная группа. Ну, и что теперь мы будем делать? О! А-а-а-а-а! Да, если чума уже захватила планету, польза от них, как от садовой лейки во время пожара. Да, долго мы не продержимся. Вот они, последствия ваших авантюр. Теперь вся надежда на Алису. А-а-а! 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 Откройте! Откройте! Пустите! Откройте! Прощайте, Хрюшки! Очень неприятно было познакомиться! Сейчас-час-час! Ух-эх! Ох-эх! А-а-а! 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 А-а-а-а! А-а-а-а! Мышь! За нами, подвезет! А-а-а-а! Попались, голубчики! Ух! 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 Профессор! Профессор! Что там случилось? Ой! Ой! Что вы здесь делаете? Со свинками разговариваю. О чем? Ну, а о чем важно разговаривать со свинками? Об их свинской жизни. А где профессор? Кто? Вы не видели здесь маленького котика? К-к-к-к! Кого? Который час? Половина шестого! Половина шестого? Подай его! Послушайте! Алиса! Я здесь! Все! Да! Нас всё завалило. Теперь планета погибнет. Я погибну. Эй, эй, это моя игрушка. Так, пятый. Шестой. Там ещё какой-то одноглазый был. Вутат! Откуда такие берутся? Ты мне подерись, подерись! Завтра ж на мыло пойдёшь! Стойте! Послушайте, любезный, я профессор, почти академик, меня нельзя на мыло. Говорящий кот. Подожди. Скоро он ещё и запоёт. А вы чего ждёте? Ты совсем обалдел! Держи их! Деточка, я тебе не только спою, но и станцую. Ты кто? Никто. А что ты здесь делаешь? Плачу. Ну, ладно, так и быть, поиграй. Сегодня в поезде. Это ведь ты был с родителями? Да, они космонавтов встречают, а меня не взяли, оставили с бабкой жадной. А ты чего не поехала на комсодром? Я опоздала. Тёть, не надо, не яви. Срочное сообщение из Центра управления полётом. Программа первой космической экспедиции успешно выполнена. Но посадка отложена. Что? Метеорит повредил радиолокационную антенну корабля. А? Но бортинженер Толо вышел в открытый космос и устранил поломку. Вот как чума попала на корабль. Космонавты чувствуют себя хорошо и передают всем горячий космический привет. По их просьбе звучит их любимая песня. А! О, воры! Зову неба вечно верны. Молодого народа молодые верны. Снова смелых в небо залёт. Зовёт, полёт, далёкий полёт. Там гостяк у новых планет. Мы всё равно найдём ответ. Была там жизнь или нет. Пусть не ждут нас звёзной дали. Но на конечной цели дойдя корабли. Мы встречаясь словно смешной. Там горе ночной с отважной звездой. Там гостяк у новых планет. Мы всё равно найдём ответ. Была там жизнь или нет. Значит, ещё не всё потеряно. Я их спасу. Ты знаешь, как добраться до космодрома? Мама говорила, что от рынка туда ходит автобус. От рынка? Спасибо! Пока! Эй, Никто! Я тоже хочу на комсодром! На космодром? Всё равно хочу. Тебе нельзя, ты ещё маленький. А папа говорит, что я уже большой. Для горшка большой. Рынок там? Нет, не там. Возьми с собой, покажу. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. 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 Тебя как зовут? Болу. А меня Алиса. Мы увидим гордый парад. Парад твое подстроенных по низу берез. Мы салют им всем отдадим. Всего дадим всех мощных турбин. Там в гостях у новых планет. Мы всё равно найдём ответ. Была там жизнь или нет? Мы всё равно найдём ответ. Была там жизнь или нет? И много игроков. Нет, это же не вина. Алиса, не вина! Вина! Не вина! Вина! Не вина! Ладно! Ладно! Кыз, 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 Кыз. Иди сюда. Покушай. Лех. Ишь ты! Бехвостый, одноглазый. Нос воротит. Прыnhи сюда. Своди. А-а-а! А-а-а! Извините, простите, пожалуйста! Как же мы туда попадем? Зачем? И так все видно! Ой, это вы? Здрасте! Здравствуйте, милочка, здравствуйте! Откуда у вас мальчик? Это ваш сын? Нет, он потерялся! Мы ищем его маму! Пожалуйста, помогите нам! Найти маму? Увидеть космонавта в Толо! Это моя внучка! Все-таки вы очень загадочная дама! Откройте! Что у вас здесь? Вакцина! Подержите-ка цветы! Там мой внук! Это моя внучка! А это Боло! Нет! Покажите букет! Это мой повидение! Покажите! Эта панчика! Эта панчика! Эта панчика! Эта панчика! Продолжение следует... 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 Теперь я... Да, я! Я! Я, я, я... Есть! А! Вик! Давай, 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 давай! Я не знаю! Я не знаю! А, а, а! Ой, ой, ой! Ой! Да, а! Смотри, какой шум они подняли! А ведь кому-то рано вставать! Ну все, нас поймали. Один раз здесь уже хотели из меня сварить мыло. Пришлось объяснить, что это не гостеприимно! Боюсь, что эти слушать не будут. Профессор, мне казалось, вы боитесь высоты. Да, ужасно боюсь. Но я очень хорошо вошел в роль. Могу даже помяукать. Проклятая диверсантка, зачем она это сделала? Не знаю, но в одиночку такие покушения не совершают. Тут целая шайка работала. Ну, попадись они мне сейчас. Кыш! Алло, алло, кыш отсюда! Кажется, обошлось. Переждём пока здесь. Так-так, вот кто, значит, распугал моих птичек. Это не мы. Я ничего плохого не сделала, честное слово. Похоже, вам нужна помощь. Мне очень нужно в Луклянск. Луклянск, не ближний свет. Ха-ха-ха, удивительное совпадение. Я как раз собирался в Луклянск на гастроли. Какой у тебя милый котик. Бежим, пока он там копается. Ну, как мы доберёмся? Ну, как-нибудь. Сами. С этим иллюзионистом очень рискованно. Подозрительный тип. У нас нет выхода. В конце концов, я руководитель... Держи своего кота, а то удерёт. Профессор, у нас получилось. Мы их спасли. Не знаю. Вернёмся в будущее, увидим. А если там всё так и осталось? Может, это было бы и лучше. Если честно, мне эти аборигены совсем не понравились. Не стоило из-за них так рисковать. Но ведь они попали в беду. Мы должны были их спасти. Ага. Сомневаюсь, что спасённые ловят тебя для того, чтобы вручить орден. Не нужен мне их орден. Главное, что они живы и здоровы. Профессор, а где ваша звезда? Вон там. Малакашта. А наше солнце? А его отсюда не видно. Слишком далеко. В плену космических дождей В холодной тишине ночей Живёт печалью незнакомой Тепло оставленного дома Свет любви Свет земли Всегда со мной Как дом родной Свет любви Свет земли Вы как огни В дороге дальних Мир бескрайний Туман и вечный путь всегда Влечёт, как детская мечта Как с неизведанным Светанье Как неразгаданная тайна Свет любви Свет земли Свет земли Всегда со мной Свет любви Свет любви Свет земли 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 На космодром. Я тебя сразу раскусил. Фафаля, фас! Фафаля? Давай, давай, Фафаля! Моя леталка! Куда? Куда? Я сейчас ему покажу! Только не урони меня! Я не хочу на маловарню! Что это было? Фафаля! Все погибло! Все погибло! Ура! Получилось! Получилось! Естественно, получилось. После того, что я пережил... Планета спасена! Смотрите, профессор, вы попали прямо на праздник! Может, это в нашу честь? Ну, а чего же они не обращают на нас внимания? Алиса! Папа! Папа! А ты что тут делаешь? Да я-то фауну собираю, а вот где ты пропадаешь? Громозека молчит, как кассиопианский рыкун! Я... Мы с профессором? Здрасте! Добрый день! Действительный член Галактического Лингвистического Общества, профессор, научный руководитель и основатель... Меня зовут... Очень приятно! Папа! Ой, то есть профессор Селезнёв! Папа, я историю завалила! Алиса! Но я сдам! Честное слово, сдам! Если бы не твой день рождения! Ура! Алиса Игорь! Ты, конечно, злостный нарушитель дисциплины, и тебя стоит как следует наказать. Но, если честно, ты молодец! Вы молодцы! А это тебе подарок на день рождения! Узнаёшь? Буала! Ласик! Отец-основатель каллиниарской фантастики! Занятно, кстати, пишет! Позвольте? Ага! Так! Вот показался корабль! Люк открылся, но вместо героев-космонавтов из корабля показалось огромное чудовище! Медлить было больше нельзя! Я оттолкнул полицейского и бросился на зверя с криком за кальиду «Ура!» Какая чепуха! Ну, уже знаете, профессор, как их литераторы любят приврать! Три, четыре! Поставляйся! С днём рождения! С днём рождения! Дуи! Помочь! Ой! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Не грусти, пожелаешь день рождения Счастья, радости, удачи и любви Пусть твоя сбудется мечта В этот праздник, в этот вечер Пусть твоя душа всегда сияет как звезда И зажгутся ярко свечи, свечи Поздравляем с днем рождения Улыбайся, не грусти Пожелаем день рождения Счастья, радости, удачи и любви Пусть вперед Жизнь легко идет И преграды не пугают Пусть ангел твой тебя хранит От любых обид От беды оберегает Ангел Поздравляем с днем рождения Улыбайся, не грусти Пожелаем день рождения Счастья, радости, удачи и любви Счастья, радости, удачи и любви Счастья, радости, удачи и любви